Ужесточение наказания за езду в нетрезвом виде рассмотрят в Госдуме. Депутаты хотят увеличить срок лишения прав до 20 лет в тех случаях, когда ДТП совершено по вине пьяного водителя и есть пострадавшие. Предложенное нововведение не заменит собой основное наказание с реальным сроком, а лишь послужит дополнением к нему. На сегодняшний день Уголовный кодекс предусматривает довольно широкий спектр наказаний. От трех лет принудительных работ до девяти лет лишения свободы с обязательным лишением права управления транспортным средством на срок до трех лет. У нас, к сожалению, в 2013 год на территории Нижегородской области мы имели самое большое количество подобных пьяных ДТП в России, то есть абсолютное первенство. Но по удельным векам были регионы хуже, но в абсолютных цифрах мы были самым сложным в этом плане регионом. По вине пьяных водителей в России ежегодно гибнет более 1 тысячи человек, более 6 тысяч получают ранения. В Нижнем Новгороде статистика просто ужасающая. Каждое восьмое ДТП в регионе происходит по вине пьяного водителя. Есть мнение, что ужесточение наказаний не приведет к уменьшению преступности. При этом профильный комитет Госдумы законопроект не поддержал. Там уверены, что только введение уголовной ответственности просто за сам факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии сможет изменить картину на дорогах России. Но почему-то сами подобный закон до сих пор никак не примут.